Всем привет! Это очередной выпуск новостей из Дома-2. А перед началом ролика не забудьте подписаться и досмотреть видео до конца, ведь в конце всё самое интересное. Алексей Безус опровергает слухи об уходе Репина из проекта. Из каждого загула участника Алексея Безуса, его беременная подруга Таня Репина ухитряется сделать повод для скандала. Не успели ещё зрители обсудить громкое заявление Репина, что она покинула телепроект Дом-2 из-за осквернения детских вещей во время вечеринки для уходящей Яны Захаровой, как появилось в сети опровержение от Лёши Безуса. Ведь Алена Опенченко за своё нетрезвое и неприличное поведение перед Татьяной Репиной извинилась, а уболтать Лёше Безусу, свою доверчивую подругу Таню, ничего не стоит, он это проделывает регулярно. Не может содержать себя, детей и своих женщин Алексей Безус без телепроекта Дом-2. Не потому ли он не только опровергает слухи об уходе Репина из проекта, но и перевозит её в арендованную квартиру и явно намерен настаивать на появлении Тани на поляне. Декрет Репиной надо отрабатывать, не так ли? Иван Барзиков и Кристина Бухенбалты переехали в новый отель в Будруми и опять поссорились. По слухам, Барзиков отказался проводить отпуск с Бухенбалты и примкнул к компании Ромашовых. Вчера, пока Ваня веселился с Настей и Женей, Кристина сидела обиженная в номере и пыталась понять, почему её поведение на отдыхе не устраивает Барзикова. Более подробно о ссору влюблённых обсудим чуть позже, когда отдыхающие проснутся и расскажут, что за претензии возникли у них друг к другу. Ну а зрители увидят первые выпуски турецких каникул в эфирах 2 июня. По слухам, у Кристины и Вани разные представления об активном отдыхе, разные цели в жизни и желания. К примеру, Барзиков первым делом отправился искать спортзал, нашёл место, где можно поиграть в настольный теннис, а Бухенбалты, которая предпочитает лежать в шезлонге возле бара, как обычно, схватилась за телефон и начала записывать сториз для своих подписчиков. В общем, Барзиков с ролью аниматора справляется плохо. С Кристиной они помирились, но настроение у Вани теперь на оставшиеся несколько дней испорчено. Сохранится ли эта пара после возвращения на поляну? Как считаете? Из-за истерик Голина и отпуск Николычака за границей под угрозой. Катя и Артур решили улететь за границу отдыхать и начали подготовку к отпуску. Для начала им нужно сделать загранпаспорта, а затем уже планировать путешествие. Но на самом первом этапе пара столкнулась с непреодолимыми для Кати трудностями. Она не смогла заполнить в МФЦ две формы на получение загранпаспорта и расплакалась прямо в зале официального учреждения. Из-за истерик Голина и отпуск Николычака под угрозой. Дело в том, что Катерина так часто меняла школы, что не помнит все их названия и в каком году она перескакивала из одной школы в другую. Голина настолько расстроилась, что у нее затряслись руки, она забыла все пароли и испортила 4 выданных бланка. Участница Дома 2 рассказала своим подписчикам, что у нее возникают проблемы с нервами или мозгами, когда она заполняет форму на загранпаспорта. Девушка в какой-то момент решила все бросить и не получать загранпаспорт, избавившись от проблемы. По словам Кати, в МФЦ она начинает все забывать и не может сообразить, что делать дальше. К тому же у нее не хватает фотографий и нервов заполнить два бланка без помарок. Ранее я рассказывала о мечте Кати Гориной, Алены Опенченко и Яны Захаровой вместе отдохнуть этим летом на одном из заграничных курортов. Это помимо запланированного отпуска Кати и Артура. Неужели Горина подведет и мужа, и подруг? Алена Опенченко сомневается, подходит ли ей Михаил Козлов. Не успела Яна Захарова покинуть телестройку, как ее место заняла лучшая проектная подруга. Не только по части разборок со слабыми парами проекта, но в теме построения любви. Опенченко сомневается насчет Михаила Козлова. Миша давно симпатичен Алене, но она не может понять, что он за человек. С одной стороны, Козлов всегда в центре внимания и ухаживает за девушками, с другой – темная лошадка. Как только Козлов начинает сближаться с симпатичной ему девушкой, его начинает ломать. Он то делает комплименты, то троллит. Сначала разговаривает по душам, а потом предает, как Настю Исаеву. По всей видимости, Козлов чем-то подражает Артему Гранту, который уже несколько месяцев сидит на проекте одиночкой и не переживает остаться без пары. Вот и Козлов хочет также просиживать штаны без отношений на Доме 2. Но с активной Опенченко на месте не посидишь. Она раскрутила Никиту Балыкина, а теперь раскручивает Козлова. Кстати, Балыкин, скорее всего, скоро покинет Дом 2 по собственному желанию, а Алена станет топовой участницей проекта. Интересная могла бы получиться пара из Миши и Алены. Согласится ли Козлов заселиться и строить отношения? Как думаете? Алексей Адеев попал в изолятор из-за Сони Спаркс. В отличие от Яны Захаровой, которая ушла с проекта из-за черной метки или из-за долгожданного отпуска, Адеев начал жизнь на телестройке из чистого листа, с флирта, потасовок и заключения в карцер. Стало известно, что Адеев попал в изолятор. Леша подробно не комментировал свою драку с парнем Сони Антоном, но рассказал о том, что его новая пассия Юлия решила о нем не заботиться и обеды с ужинами ему в комнату не носить. Она пошла на свидание с другим парнем, оставив Леху в одиночестве. Адеев в который раз начал строить отношения и через несколько дней его бросили. В четверг он должен был уйти с проекта из-за черной метки, но продолжает находиться на реалити-шоу, ведь его теперь будут обсуждать на лобном и выяснять, почему Леша опять любовный треугольник. Забавно, были слухи, что в изоляторе окажется Никита Балыкин, потому что его собираются выгнать с проекта. Но Адеев опередил Никиту, хотя время еще есть и у Леши может появиться сосед. А ведь все так хорошо начиналось. Леша показал свои интимные фотографии Юлии. Она их одобрила, согласилась на ухаживание, и вдруг ей приглянулся Артем Грант. Соня тоже начала нападать на Лешу, называя его лицемером. А он почему-то решил называть ее «золотой ручкой». Подробности всего увидим в эфирах 1 июня. Интересно, чем закончится эта история? Если Адееву нравится Соне, почему он ее упустил и устроил представление с другой девушкой? Яна Захарова за два дня после ухода уже соскучилась по дому 2. Еще не вышел эфир, в котором провожали Яну Захарову с реалити-шоу. Она уже пишет в социальных сетях, как тоскуют без камер. Вернее, по своим проектным подругам Екатерине Гориной и Алене Опенченко, с которыми было так классно тусоваться не только на поляне, но и в ночных клубах столицы. Неужели у Яны Захаровой возникла столь искренняя привязанность к телестройке? Ведь мало кто поверит в ее настоящую дружбу с Опенченко и Гориной, так как свежи еще в памяти попытки девушки дружить с Настей Сацевьят и Аленой Савкиной, которые за периметром очень быстро сводились к нулю. Неужели начнет после отпуска Яна Захарова опять проситься на проект, где ее место провокатора уже занято Соней Спаркс, о чем рассказывают другие участники проекта? Ведь в шапке профиля Яна пока числится участницей Дома 2. Юлия Белая уединилась в туалете с Рыбаковым и попала в изолятор к Адееву. Юлия отличилась во время полянской вечеринки в стиле 90-х. Участники пили и развлекались. Была драка между Лешей Адеевым и новым ухажером Соней Спаркс. Также произошел странный инцидент с Аленой Апенченко, которая бегала по улице в нижнем белье. Но Юлия победила всех. Стало известно, что Белая уединилась в туалете с Рыбаковым, после чего попала в изолятор. Администраторы телестройки не утверждают, что Юлия была близость с Ильей, но из санузла, где нет камер, доставали эту пару около пяти минут. За что наказали Белую, мы чуть позже узнаем. Скорее всего, девушка опять лезла с кулаками к Владу Дубровскому, про которого она все чаще вспоминает, или к Тиграну Салибекову, с которым она помирилась и прожила в мире и согласии целых два дня. Сумеет ли Белая определиться, кто ей нужен из проектных мужчин и остановится она ком-то одном? Или она специально спровоцировала конфликт и загремела в изолятор Кадееву, потому что Леша ей тоже когда-то нравился? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии!